Поспелов Артём, студент третьего курса образовательной программы журналистика. Эрнест Миллер Хемингуэй, американский писатель, военный корреспондент, лауреат Нобелевской премии по литературе, получивший широкое признание благодаря своим романам и многочисленным рассказам с одной стороны и своей жизни полной приключений и неожиданностей с другой. Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в привилегированном пригороде Чикаго, деревне Ок-Парк. Его отец, Кларенс Эдмон Хемингуэй, был врачом, а мать, Грейс Эрнестин Холл Хемингуэй, оперной певицей. Родители оба получили хорошее образование и в консервативной общине Ок-Парка пользовались отличной репутацией. После свадьбы Кларенс и Грейс Хемингуэй некоторое время жили с отцом Грейс, Эрнестом Холлом, в честь которого пара назвала своего первого сына. В конце концов, семья переехала в семикомнатный дом в респектабельном районе с музыкальной студией для Грейс и медицинским кабинетом для Кларенса. С 1913 по 1917 года Хемингуэй учился в средней школе Ок-Парка, где много занимался различными видами спорта, а именно боксом, легкой атлетикой, водным полом и футболом. Особых успехов он добивался на уроках английского языка, а также на протяжении двух лет участвовал в школьном оркестре вместе с сестрой Марселиной. В юношеские годы Хемингуэй также проходил курсы по журналистике Фенни Биггс, которые были устроены по принципу, будто класс был газетным офисом. Лучшие авторы на этих курсах получали возможность писать для школьной газеты «Трапеция», и Эрнест, и его сестра Марселина были среди них и писали для газеты. Первым вкладом Хемингуэя в «Трапецию» стала статья о местном выступлении Чикагского симфонического оркестра, опубликованная в январе 1916 года. Он продолжал писать для «Трапеции» и для школьного ежегодника Табула, подражая языку спортивных обозревателей и используя псевдоним «Ринг Ларднер-младший». Сначала был напечатан судмониту – сочинение с северной экзотикой, кровью и индейским фольклором, а в следующем номере – новый рассказ «Все дело в цвете кожи», о закулисной и грязной коммерческой стороне бокса. Далее в основном публиковались репортажи о спортивных состязаниях, концертах. Особенно популярными были ехидные заметки о светской жизни Ок-парка. В это время Хемингуэй уже твердо для себя решил, что будет писателем. После выпуска из школы он решил не поступать в университет, как этого требовали родители, а переехал в Канзас-Сити, где устроился работать в местную газету репортером. Здесь он отвечал за небольшой район города, в который входили главная больница, вокзал и полицейский участок. Молодой репортер выезжал на все происшествия, знакомился с притонами, сталкивался с женщинами легкого поведения, наемными убийцами и мошенниками, бывал на пожарах и в тюрьмах. Эрнест Хемингуэй наблюдал, запоминал, старался понять мотивы человеческих поступков, улавливал манеру разговоров, жесты и запахи. Все это откладывалось у него в памяти, чтобы потом стать сюжетами, деталями и диалогами его будущих рассказов. Здесь сформировался его литературный стиль и привычка быть всегда в центре событий. Редакторы газеты научили его точности и ясности языка и старались пресечь любое многословие и стилистические небрежности. «Старик и море» — повесть, написанная в Бимине и вышедшая в 1952 году. «Старый кубинский рыбак Сантьяго» — последнее известное художественное произведение Хемингуэя, опубликованное при его жизни. «Старый кубинский рыбак Сантьяго 84 дня выходит в море и не может ничего поймать. Поэтому его начинают читать самым что ни на есть невезучим. И только его маленький друг Монолин продолжает ему помогать. Хотя отец запрещает ему рыбачить со старым Сантьяго и велит ходить в море с удачливыми рыбаками. Мальчик часто навещает старика в его хижине, помогает относить снасти, готовить еду. Они часто разговаривают об американском бейсболе и их любимом игроке Джо Джимаджо. Сантьяго говорит Монолину, что на следующий день он выйдет подальше в Гольфстрим, к северу от Кубы во Флоридский пролив. Уверенный, что в его полосе невезения должен наступить конец. На 85-й день старик выходит в Гольфстрим, как обычно, на своей парусной лодке. Забрасывает леску и к полудню ему улыбается удача. На крючок попадается Марлин около 5,5 метра длиной. Старик жалеет, что с ним нет мальчика. Одному справиться нелегко. В течение двух дней и двух ночей Марлин уносит лодку далеко в море. Мало поймать рыбу, с ней еще надо доплыть до берега. Поранившись леской, Сантьяго понимает своего противника и сострадает ему, часто называя его братом. Он также утверждает, что никто не достоин съесть этого Марлина из-за его благородства и достоинства. На третий день рыба начинает плавать вокруг лодки. Изнуренный Сантьяго практически в бреду тратит свои последние силы, чтобы вытащить рыбу к поверхности и засадить в нее гарпун. Потом привязывает Марлина к борту лодки и направляется домой, думая о высокой цене, которую он получит за нее на рынке, и о людях, которых он накормит. На кровь из ран рыбы к лодке старика собираются акулы. Старик вступает с ними в схватку, убивает большую акулу Мака своим гарпуном, но теряет оружие. Он изготавливает новый гарпун, привязав свой нож к концу весла, чтобы отбиться от очередной атаки акул. Таким способом он убивает пять акул, заставив остальных отступить. Но здесь силы не равны, и с наступлением ночи акулы пожирают почти всю тушу Марлина, оставив от него лишь скелет и спинного хребта, хвоста и головы. Сантьяго понимает, что сейчас он стал совершенно невезучим, и, признавая поражение, говорит акулам, что они на самом деле убили человека и его мечты. Когда Сантьяго доплывает до берега перед рассветом следующего дня, он с трудом поднимается к своей хижине, взвалив тяжелую мачту на плечо, а скелет рыбы оставив на берегу. Войдя в дом, он ложится на кровать и засыпает. На следующий день вокруг лодки, которой все еще был привязан рыбий скелет, собирается множество рыбаков. Один из рыбаков измеряет скелет веревкой. Педрика забирает себе голову рыбы, а остальные рыбаки велят Монолину передать старику, что они сочувствуют ему. Туристы в соседнем кафе ошибочно принимают Марлина за акулу. Монолин, переживая за старика, плачет, когда видит его израненные руки и убеждается, что тот дышит. Мальчик приносит в хижину газеты и кофе. Когда старик просыпается, они договариваются выйти в море еще раз вместе. Заснув снова, Сантьяго видит во сне свою юность – львов на африканском побережье. Повесть «Старик и море» вернула Хемингуэю литературную репутацию и привела к пересмотру всего его творчества. Она с самого начала стала очень популярной и вернула многим читателям уверенность в способностях Хемингуэя как писателя. Издательство «Скринверс» на первом варианте суперобложки назвало повесть новой классикой, а многие критики благосклонно сравнивали ее с «Медведем Фолкнера» и «Моби Диком Мелвилла». Продолжение следует... Продолжение следует...